Брать высоту. В смысле вставать на каблуки? Для каждой девушки определенный этап. Как же трудно это дается. По секрету, хорошо. Студентка Кубанского госуниверситета физической культуры, спорта и туризма не кокетничает. Заслуженный мастер спорта, рекордсменка и чемпионка России, серебряный призер Олимпийских игр 2008-го Мария привыкла к спортивной одежде. На чемпионате мира 2011-го в ТЭГУ она установила новый рекорд России – 71 метр и 25 сантиметров. В итоге Мария Бакумова, первой из россиянок, стала чемпионкой мира в этой дисциплине, установив национальный рекорд и рекорд чемпионатов мира. Твой статус чемпионки мира повлиял на то, что ты немножко поменяла дресс-код. На самом деле это второе мое платье в жизни вообще. И второй раз я в платье. Однако держится уверенно. Задача поставлена, значит нужен отличный результат. Повод обязывает. В Центральном концертном зале Кубанский физкультурный вуз каждый спортсмен получает значительную денежную премию и овации зала. Лучшая десятка – это отчет всего университета за 2011-й. Они действительно лучшие не только на Кубани, в нашем университете, они лучшие в России. Это чемпионы мира, Европы, чемпионы всемирной студенческой универсиады. Это Татьяна Чернова, Маша Абакумова, чемпионки мира по легкой атлетике. Это Бесик Кудухов, многократный чемпион мира борьба. Это Сюзева Елена, Володя Чаус, Денис Грибанов, парусный спорт. Это Миша Азаренко, стрельба. И самое интересное, я хотел бы его назвать, список паралимпийцев возглавляет наш студент Олег Шестаков. Он будет участвовать впервые на паралимпийских играх. Он завоевал свою лицензию. Такие победы создаются годами и не только в тренировочном процессе. Научно-исследовательский комплекс университета – точка опоры для спорта высших достижений. Наши ученые активно работают с членами сборной команды Краснодарского края. Мы активно работаем по договору с Центром Югспорт в Сочи. И сегодня наши ученые подключились к этой деятельности по сопровождению спорта в Олимпийском центре Кисловодске. Селекция чемпионов – не только дело ученых. Нужны талантливые педагоги. Здесь они есть. Например, тренер Мария Бакумовой Александр Синицын дает студентам открытые уроки, читает лекции. Делится опытом, как воспитывать чемпионов. Настолько сложно здесь учиться, настолько жесткие требования, что никаких поблажек спортсменам. Грубо говоря, тренировка, я устал. У нас все принципиально, у нас все, если занятия, даже жертвуют тренировками ради того, чтобы учиться, потому что требования высокие. Но это же, как я считаю, это положительное влияет. Почему? Потому что даются хорошие знания, значит будет сильный специалист. Мария знает, что дает преодоление трудностей. Выросла на стадионе благодаря маме. Галина Бакумова – опытный тренер-преподаватель. Когда она стала метать копье очень далеко, сразу, то это было понятно, что это ее такая специфика. Ей это понравилось. Я помню, когда ее тогда такая фраза прозвучала, я говорю, дочь, ну а как ты? Она говорит, как мне нравится этот полет, полет копья, оно так летит красиво. В нашем институте я вижу, что очень много интересного, очень сильный преподавательский состав. Для достижения более высоких результатов ей нужны и знания. По итогам 2011-го наш Кубанский госинверситет физической культуры и спорта и туризма был признан лучшим среди физкультурных вузов страны.